Всем привет! Сегодня мы изучим настройку лазерного станка через программу LaserCAD, а также попробуем разобраться, как эти настройки влияют на работу станка и на конечный изготавливаемый продукт. В LaserCAD давайте зайдем в настройки. Системные настройки. Здесь у нас есть пять вкладок. С вкладкой общие мы уже ознакомились. Далее идет вкладка расширенные настройки. Давайте вкратце пробежимся по этим настройкам. Управление двумя головами для двух независимых головок. Перед этим хотелось бы уточнить, что две головы могут быть установлены на одном приводе или на двух независимых друг от друга. Две головы на одном приводе можно использовать по-разному. Во-первых, для увеличения производительности, когда устанавливают две одинаковые трубки и одновременно режут две одинаковые детали. А во-вторых, чтобы увеличить качество резки и гравировки, устанавливают две трубки с разной мощностью и, соответственно, разные линзы. Трубка с меньшей мощностью и с краткофокусной линзой используется для гравировки и резки тонких материалов. А более мощная трубка с длиннофокусной линзы используется для резки толстых материалов. Далее мы можем включить эту функцию. Потом идет функция разделить объекты. Опираясь на описание разработчика, эта функция делит задачи по обработке между двумя независимыми головами. Ниже выбирается общая ось, по которой у нас движутся две лазерные головы. Ось Х и ось Y. В окне ввода задается расстояние между двумя связанными головами. В данном случае 100 миллиметров. Далее идет раздельная резка для оборудования с подачей материала. Ниже устанавливается флажок для включения раздельной функции резки. Дальше включается функция автоконтроля двух голов. Размер отрезаемой страницы задает расстояние, через которое лазерная голова будет отрезать задаваемые сегменты. Подача в миллиметрах выставляется компенсация подачи материала. Их смещение в миллиметрах выставляется компенсация смещения по оси X. Далее идет зеркальная резка. Давайте продемонстрируем, как она работает. Включим ее и поставим расстояние зазора 50 миллиметров. Нарисуем квадрат со сторонами 100 на 100 миллиметров и посмотрим, как будет резать станок и что получится. Как видим, в итоге станок разделил квадрат на три части. Первая это средняя часть шириной 50 миллиметров, равная величине зазора. Вторая, которую он первонаперво вырезал, равная 25 миллиметрам ширину. И третья часть, которую он совсем не вырезал. Я не смог понять, как это можно использовать на практике. Если кто-нибудь в курсе, напишите в комментариях, для чего нужна данная функция. Может подскажете, как правильно ее использовать и где найти ей применение. Далее, в самом низу у нас идет оптимизация скорости реза. В мануале написано дословно Anti-Jitter Processing. Jitter — это нежелательное фазовое и частотное отклонение сигнала. По сути, эта оптимизация борется с отклонениями при ускорениях и замедлениях, снижая их в зависимости от размера объекта. Здесь мы можем выбрать оптимизацию всех или только мелких объектов. Рекомендую выставлять оптимизацию всех объектов. Теперь перейдем во вкладку «Рабочие параметры». Здесь вверху устанавливается значение шага кривой и плавность кривой в миллиметрах. Чем меньше значение, тем выше точность графики и тем медленнее скорость создания и загрузки управляющей программы. Но самое главное, что при малом значении шага на большой скорости станок будет чаще тормозить и разгоняться. Появятся вибрации, которые войдут в резонанс, в результате чего все участки кривой и дуги станут волнистыми. Получается, что настройки этого параметра зависят от скорости резки, кривизны дуги, направления резки и механических особенностей станка. Для наших станков мы рекомендуем устанавливать значение 0,1 мм. Давайте вырежем две сложные фигуры на высокой скорости с шагом кривой 0,1 и 0,01 мм. Перед нами две заготовки. Одна шагом кривая 0,1 мм, другая 0,01 мм. Данные фигуры вырезаются на станке XL 2х3 м. При прохождении дуг на высокой скорости на данной фигуре станок входит в резонанс, из чего дуги идут волнами. Далее у нас идет компенсация люфта при резке. С компенсацией вылета при гравировке мы с вами ознакомились на уроке номер 3. А внизу у нас идет компенсация люфта при резе. Исходя из названия, здесь компенсируются люфты по осям во время реза. Здесь имеются в виду люфты скольжения в механике станка, которые происходят при смене направления реза. Дело в том, что любая ременная передача имеет люфт. Это связано с тем, что профили зуба ремня и шкива не совпадают. И чем больше шаг зубьев, тем больше этот люфт. На ремнях 3М с шагом между зубьев 3 мм люфт может достигать 0,2 мм. Это зависит от комплектующих станка. Причем, если люфт превышает 0,1 мм, то его видно на деталях. Если же меньше, то практически незаметен. При компенсации этих люфтов вы заметите, что станок периодически подергивается, компенсируя эти отклонения. Это плохо сказывается на резке дуговых и диагональных контуров. Для наглядности мы поставим значение 1 мм по каждой оси и вырежем окружность. Перед нами окружность компенсации 1 мм. Станок начал резать отсюда. Как видим, при компенсации по X и по Y происходят вот такие смещения. И отрицательно сказываются на качестве реза, так как здесь идут волны. Следующая вкладка у нас — настройки производителя. Здесь два столбца. Один отвечает за настройки оси X, другой — за оси Y. Также есть настройка осей Z и U. Все эти настройки идентичны для всех осей. В самом верху находится поле с настройкой количества микрометров на один импульс. Здесь выставляется величина микрометров линейного перемещения станка за один импульс шагового двигателя. Подсчет ведется за счет внесения данных о фактическом и ожидаемом перемещении соответствующих осей. Эта настройка необходима, чтобы учесть редукцию на станке и величину шага на драйверах. Важно выставить шаги как можно точнее. Для этого иногда требуется несколько итераций. Давайте рассмотрим настройку шагов двигателя на примере оси Y на станке Cutter XL 2х3 метра. Для этого мы положили лист фанеры метровой длины вдоль оси Y. Первым делом мы задаем импульс в одном из краев этой фанеры. Теперь давайте проедем 3000 миллиметров по оси Y. Для этого заходим в меню, перемещение. Здесь задано расстояние 1000 миллиметров, переходим в перемещение и перемещаем станок на 1000 миллиметров. Выходим в главное меню и даем еще один импульс. Теперь отодвигаем портал и замеряем расстояние между этими двумя точками. В результате у нас получилось 500 миллиметров. Теперь давайте перейдем в настройки инженерного меню. Для этого зажимаем клавишу Stop и нажимаем клавишу Shift. Здесь заходим в настройки осей и выбираем ось Y. Здесь меню аналогично настройкам в лазеркаде. Теперь заходим в настройку шагов. Здесь вносим заданные и полученные результаты. То есть задали мы 1000 миллиметров, а получилось 500. Как видим, цифра импульсов поменялась. Давайте проверим наши настройки. После перезапуска станка. Станок перезагрузили. Даем первый импульс. Заходим в меню. Перемещение. Перемещаемся на 1000 миллиметров. Даем второй импульс. Выходим. Отодвигаем портал и замеряем. Итак, у нас вышло 1000 миллиметров. Конечно, эта настройка может быть не конечной. Более точно настроить можно при резке более крупных деталей. Ниже идет фронт. Здесь настраивается направление соответствующих осей. Важная настройка. Причем стоит иметь в виду, что двигаться и работать при управлении с клавиатурой станок может в правильное направление, а вектор будет получаться отзеркальным. В этом случае стоит поменять направление фронта соответствующей оси. Машинный ноль. Устанавливается направление движения к датчикам домашнего положения при включении. Реверс клавиш. Устанавливается направление движения станка с клавиш управления контроллером. И тип датчика. Устанавливается тип датчика. Если нормально замкнутый, ставим отрицательно. Если нормально разомкнутый, ставим положительно. При неправильной настройке станку не удастся найти машинный ноль. Размер поля. Здесь, по сути, выставляется максимально возможное расстояние, на которое может проехать ось от машинного ноля до упора. Этот параметр и определяет величину рабочего поля. Стартовая скорость. Начальная скорость, с которой начинает движение ось из состояния покоя и начинает ускорение. Выставляется значение конкретно по этой оси. При увеличении этого параметра уменьшается время обработки и тем более время обработки мелких элементов. Однако это увеличение приводит к появлению во время начала движения волн от колебаний ремня и даже к пропуску шагов на двигателе. На станках с большим рабочим полем и длинными ремнями выставляется примерно 5 мм в секунду. Если станок с маленьким полем и легким порталом, то можно поставить в районе 10-15 мм в секунду. Максимальное ускорение. Это верхнее значение диапазона ускорения оси, которое влияет на время достижения осью заданной скорости. Увеличение ускорения значительно сокращает время обработки, но при больших значениях портится качество изготавливаемого продукта и двигатель может начать пропускать шаги. Кроме того, при гравировке маленькие значения ускорения приводят к увеличению зоны разгона лазерной головки и сокращению габаритов рабочей зоны станка. Поскольку масса портала значительно больше массы лазерной головки, особенно на таких станках, где трубка перемещается вместе с порталом, гравировку обычно производят вдоль оси X и максимально допустимое ускорение на оси X, как правило, больше, чем на оси Y. Для станков с трубкой в портале на оси Y ускорение выставляется от 600 до 2000 мм на секунду в квадрате. На ось X ставят от 10 до 20 тысяч мм на секунду в квадрате. Это также необходимо для ускорения гравировки. Для демонстрации давайте вырежем сложное векторное изображение на станке с большим рабочим полем с начальной скоростью 5 мм в секунду и ускорением 600 мм в секунду в квадрате. Потом на 15 мм в секунду и ускорением 3000 мм на секунду в квадрате. Также стоит заметить, что мы будем менять минимальное ускорение для более наглядной картины. Про само ускорение расскажу позже. Перед нами две заготовки, вырезанные на XL 2 на 3 метра. Одна с нормальными настройками, другая с повышенными. Как видим, с увеличением начальной скорости и ускорения, качество изготавливаемой продукции ухудшается. Теперь давайте сравним с теми же повышенными настройками, но на Cutter ML. Благодаря тому, что масса портала ML меньше, качество реза на повышенных настройках получается лучше, чем на станке с тяжелым порталом. Максимальная скорость. Здесь выставляется ограничение по скорости, который нельзя превышать. Обычно значение максимальной скорости не устанавливает больше 300-400 мм в секунду, так как этого достаточно для резки и быстрого перемещения между контурами реза. Но для оси, которая гравирует, это ограничение повышает до 800-1000 и более мм в секунду. Прочие опции, где выставляется расстояние между лазерной головой и маркером рисования, мы уже разбирали. А опции осей Z и U настраиваются аналогично осям X и Y. В более ранних версиях программы в этом окне были настройки лазерной трубки, включение защит и другие. Данные настройки теперь задаются только через сам контроллер. В будущих видео мы их изучим. Все эти параметры можно экспортировать на компьютер и сохранять на флешке, а при необходимости импортировать. Перед заменой всех этих параметров необходимо подключиться к станку и считать параметры, а после чего сохранить. При сохранении программа требует пароль. По умолчанию пароль 608 или 608, 3 единицы. Следующая вкладка «Пользовательские параметры». В поле «Скорость свободного перемещения» задается скорость перемещения лазерной головы между резами и может превышать значение максимальной скорости. Измеряется также в миллиметрах в секунду. В поле «Начальная скорость» выставляется стартовая скорость, о которой мы говорили ранее. Нельзя превышать значения, выставленные во вкладке настроек производителя. Коэффициент скорости влияет на ускорение и рывок станка. Устанавливается в диапазоне от 0,5 до 4 в зависимости от того, насколько плавно может двигаться станок. Мы выставляем единицу как наиболее оптимальное значение. Давайте вырежем векторное изображение на высокой скорости с коэффициентом 1 и 4. Перед нами две заготовки, вырезанные с коэффициентом 1 и 4. Как видим, с повышенным коэффициентом движения становятся более резкими и двигатель часто попадает в резонанс со станком. Поэтому линии получаются очень рваными. Особенно это видно вот на этих линиях. С коэффициентом 1 движения более плавные и качество изготовленной продукции намного лучше. Минимальное ускорение. Параметр изменяет ускорение при поворотах в зависимости от кривизны вектора, когда станок изменяет скорость от минимальной до заданной. Он не может быть больше максимального ускорения. Рывок в свободное перемещение и прирезки. Параметр, отвечающий за изменение ускорения в диапазоне от минимального до максимального. По сути, это производное ускорение или ускорение ускорения. Давайте разберемся. Если станок будет перемещаться по закону равноускоренного движения, то при старте и торможении ускорение будет изменяться почти мгновенно. Тогда и сила, действующие на ремне, тоже будет изменяться мгновенно. Это равносильно тому, что мы натянем пружину и резко отпустим ее. Станок в этом случае будет сильно вибрировать при поворотах и смене направления. Чтобы уменьшить вибрации, контроллеру управления станком используют S-образную кривую, уравнение которой участвует в производное ускорение или ускорение ускорения. В результате при наборе и снижении скорости сила, действующая на ремень, сначала плавно возрастает, а затем убывает. Это положительно сказывается на качестве реза. Ускорение при гравировке. Ускорение во время гравировки действует только на ось, выполняющую гравировку, и не должно превышать максимальное ускорение из вкладки настроек производителя. Ниже у нас идет выбор настроек и кнопка «Восстановить». Здесь программа предлагает набор настроек под медленные, нормальные, быстрые и очень быстрые перемещения. В системных параметрах мы задаем скорость движения домой по осям X и Y и отдельно по осям Z и U. Скорость клавиш управления для Z и U в отдельности. И X и Y вместе. Скорость обхода. Это скорость перемещения головы при демонстрации габарита объекта и во время нажатия клавиши «Бокс». И скорость обрезки. Обрезка – это функция, которая вырезает заданную раннюю программу по габариту. Все эти настройки можно также импортировать и экспортировать. Перед изменением параметров необходимо подключиться к станку и считать настройки. После изменений сохранить. На этом у нас все. Мы разобрали все настройки, возможно, без должного углубления в тему, но зато в очень простой форме. Надеюсь, данный ролик поможет тем, кто собрал свой собственный станок или хочет улучшить качество реза уже купленного. Если появятся вопросы по теме, пишите в комментариях, будем рады на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!